Лилия Павловна, дорогая! Дорогая мыха! Не поняла, меня никто не встречает. Что это такое? Звонок не работает, меня никто не встречает. Что это за гости такие? Что это за хозяева такие? Лилия Павловна, дорогая. Добрый день. Добрый день. У вас звонок не работает. Добрый день. Мне очень приятно. Добрый день, пожалуйста. Спасибо. Меня пригласили в гости. Ой, здесь есть камера. Я все поняла. Я все поняла. Меня не просто так пригласили. Меня пригласили, чтобы я рассказала один лайфхак. Я с радостью поделюсь не только с моими хозяевами, но и с вами, моим секретиком. Во-первых, очень долгое время эта сумочка висела. Вы видели. Я решила, как у Чехова, в конце до концов давно выстрелить в ее. Поэтому я ее взяла с собой. Для того, чтобы можно было легко ее бросить. А если я прихожу с такой сумочкой в гости, то я ее имею право взять с собой. Я ее никому не отдаю. Ее не вывешивают на вешалку. Я ее беру с собой и кладу на стуле на спиной. Все. Моя сумочка при мне. Даже не надо выгораживать какие-то там высоты и класть сумочку поверх колен. Если вам очень приятно это, если вы гордитесь какой-то своей сумочкой, как я этой, потому что она вроде бы как, ах, да нельзя фирменная и с какими-то камнями, которые неоценимые. Ну вот так. Я хвастаю. Итак, куда класть сумочку, вы знаете. А сейчас мы поговорим о том, что же надо делать с обувью. Очень болезненный вопрос. Сколько людей ко мне не приходит, но всех сразу, знаете, такой вот жалкий взгляд. Они смотрят на свою обувь, потом на меня, потом на тех, кто уже прошел, и переживают, что им делать, снимать обувь или нет. Делать так, как хотите вы. Потому что ни одна хозяйка, уважающая себя, не будет предлагать вам тапочки, даже если они одноразовые. Не будет предлагать вам какие-то носочки, какую-то вторую обувь. Это дурной тон, добрый делом. Вот на мне, вроде бы, как простые, такие босоножки, да, вот неровко повернулось. Просто я хочу показать, что здесь сзади молния. Можете себе представить, как я хорошо буду выглядеть, если я сейчас начну растягивать молнию, если я буду вынимать оттуда ножку, потом опять, когда буду уходить, буду делать те же самые процедуры и гулять по квартире босюком, только в педикюре. Нет, так мы не поступаем. Мы берем с собой сменную обувь. Если вы считаете, что это обувь, в которую вы пришли, предположим, сапоги, если это зимний период, или что-то еще вам не подходящее, либо по дрейс-коду, либо потому, что вы предполагаете для своего имиджа, вы можете взять что угодно. Какие угодно туфельки, какие угодно шпильки. То же самое мужчины позволяют. В общем-то, вы знаете, сейчас это вообще как бы не должно быть проблемой. Для мужчин это вообще не проблема, потому что сейчас я в основном в автомобилях, так же, как и женщины. Почему переживают многие хозяйки, когда заходит женщина? Мужчина не опасен. Он оботрет ноги, специально дадут ему что-то еще, чтобы было совершенно стерильно. А женщина, она опасна. Ну, как всегда, вы знаете, женщина всегда опасна. У нее каблуки. Иногда это бывает тонкая шпилька. А вы только что постели паркет. Паркет из нескольких пород. Паркетка изящный, дорогой. А вы, между прочим, шпилькой можете с легкостью сделать на мягкой породе дерева какую-то мятинку. И все равно, если у вас такой дорогой паркет, вы должны сделать вид, то ничего не понимаете. Эта мятинка останется у вас, как память об этой элегантной женщине. Повторяю еще раз. Обувь мы не снимаем. И ни одна уважающая себя хозяйка не будет предлагать вам сменную обувь, не будет предлагать вам взглядом, намеком, либо говорить, что в нашем доме принято снимать обувь. В такой дом я не рекомендую вам ходить. А сегодня все. Спасибо.